Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С 1 апреля 2024 года вступит в силу поправки к федеральному закону. 1 апреля дан, янгы закон чекарейкан, янгы закон. Якобы, биз Оезбек Таджик правасы блен, машин миналмаймеза кан. Диккат, акаларам, манышу видеоан ахургача куриң, висфикерингезе коментаре геазпалдаринг. Бу видео, Москва, Московску областта, Оезбек Таджик акаларамыз, оезимызды, Оезбекистан, Таджикистан правасы блен, машин минип юрген адамларга тегишли. 1 апреля дан, янгы закон чекарейкан, янгы закон, якобы, биз Оезбек Таджик правасы блен, машин миналмаймеза кан. Бу гаптумен, немаучин айти бутепен, алданлар фақат кене Оезбек права блен, такси дешлеп бумайдаде деп ханан чекарган еде, ой, ханан күчке күрді, хамма правасыны замин күген, хазар, янгыз такси дешлейдеген акаларамыз бұну бұлады. Иңді да, иңді ману шу, 1 апрель дан, 2021-й, 1 апрель дан, күчке күраде екен, масалан, оезіңізді маашин егізді ем, оезбек права блен, хайдалмайсіз екен, як таджик права блен, хайдалмайсіз екен, янгыз такси дешліпті, күчке күраде екен. Акаларам, ману шу видеону ағырға көрің, оезіңізге кейрәклі малыматты оласыз, оезіңізге кәментар егі өзіп қолдырың, каналға абуна болмаген бұсангіз, абуна болың, бұ видео сіздар үчін фойдалы, мен ойлайыман, харакатқыңіздар, кәйірден бұрып алмаштырыш керек, канча вақытта алмаштырыш керек, видео на ағырға че көрсенгіз, шүшіні боласыз. Ну, мен ойлайыман, бұ нәрса хақиқаттан амалға ашады, бұ закан өзі чекген, алдыңдан, өзі айт келіңген. Чүнкі десе, мағашынлар көп айып кеткен, авариялар, Өте аз өзі өз өзі өз көрсенгіз. Олег Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. С 1 апреля 2024 года вступит в силу поправки к федеральному закону о безопасности дорожного движения. Кого коснутся эти изменения и о чем эти поправки? Да, действительно, с 1 апреля 2024 года вносятся изменения в статью 25 и 26 закона Российской Федерации о безопасности дорожного движения. В соответствии с относимыми изменениями иностранные, национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортным средством на территории Российской Федерации. По истечении одного года со дня вступления в силу указано федеральное закона. Повторюсь, он вступает в законную силу с 1 апреля 2024 года. Вместе с тем, важно знать, что выдача российских национальных водительских удостоверений взамен иностранных национальных водительских удостоверений в течение одного года, а именно с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 год, будет осуществляться льготно, то есть без сдачи каких-либо экзаменов. По истечению указанного срока водительские удостоверения указанные будут меняться только после сдачи квалифицированных экзаменов. С 2014 года у многих крымчан остались и продолжают действовать у некоторых водительских удостоверений международного образца. То есть мы сейчас говорим о них. То есть для того, чтобы эти документы поменять, экзамены сдавать не нужно. Или нужно их сдать до 2025 года? Не совсем так. Вносимыми изменениями в закон от 1 апреля 2024 года подразумевается льготно замена в течение года иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в других государствах, но не в государства Украины. Обмен водительских удостоверений, выданных на территории государства Украина, регламентируется другими нормативно-правовыми актами, а именно постановлением правительства 1143. Оно касается непосредственно граждан, проживающих на территории Республики Крым, имеющие украинские национальные водительские удостоверения, а также на территории всей Украины, кроме новых регионов Российской Федерации. Данные водительские удостоверения по постановлению 1143 меняются без сдачи экзаменов. Срок обмен 1 января 2026 года. Следующая категория лиц – это граждане, проживающих в новых регионах Российской Федерации. Таким гражданам также предусмотрен льготный обмен украинского национального водительского удостоверения на российско-национальное водительское удостоверение. Срок обмена такого удостоверения также 1 января 2026 года. Что нужно крымчанам, которые не успели поменять или, допустим, не успеют поменять свои международного образца водительские удостоверения? Какие документы им нужно предоставить, куда обращаться для того, чтобы их заменить? Необходимо наличие украинского национального водительского удостоверения, паспорта гражданина Российской Федерации и любой документ, подтверждающий факт их проживания на новых территориях Российской Федерации. Для граждан, которые проживали на территории Республики Крым, либо на Украине, также наличие водительского удостоверения, паспорта гражданина Российской Федерации, а также документы, подтверждающие их проживание на указанных территориях. Но, как правило, это подтверждается пропиской в паспорте. Для обмена украинского национального удостоверения на российско-национальное водительское удостоверение государственного пошлина не оплачивается, не предусмотрено. При этом, если водительское удостоверение было выдано на территории Украины после референдума, медицинская справка является обязательной. Также медицинская справка является обязательной для выдачи водительского удостоверения гражданам, проживающим на территории Республики Крым. Наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством является обязательным. В 2024 году, насколько мне известно, истекает срок, когда можно будет поменять свои водительские удостоверения уже российского образца, которые выдаются на 10 лет. В этом году как раз истекает этот срок. Необходимо отметить, что срок действия водительских удостоверений, которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, правительством Российской Федерации увеличен на 3 года. Вносить какие-либо корректировки или изменения водительского удостоверения не требуется. Сколько времени занимает процедура замены водительского удостоверения? В соответствии с действующим законодательством, у нас есть 1 час для обмена либо выдачи нового водительского удостоверения. Как правило, мы вкладываемся в 30-40 минут. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания.